МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на РЕН-ТВ в студии Сергей Тугушев. Здравствуйте. Новые природные катаклизмы сотрясают планету. Американский проповедник накануне говорил о грядущем конце света. Что происходит с землей? Папа Римский неожиданно спросил об этом у космонавтов. В Подмосковье готовятся к новым торфяным пожарам. Строители осваивают миллиарды рублей на обводнение. Экологи утверждают, что пока реальную пользу приносят лишь бобры. Они еды много не просят, зарплаты не требуют, распила отката у них непопулярны. Строятся они аккуратно. Ханский фестиваль завершается триумфом российского режиссера. Андрей Звягинцев победил в одной из самых престижных номинаций. Похоронную процессию расстреляли из автоматов. В Сирии назревают новые крупные беспорядки. И в США провели турнир среди тарантасов. Ралли для автомобилей весом до 80 килограммов признали самыми веселыми гонками в мире. Сегодня в 6 утра по московскому времени должно было произойти событие, которое с тревогой ждали во всем мире. Именно в это время по земле должна была прокатиться мощная волна природных катаклизмов, которая положила бы начало уничтожению всего живого. Именно так предсказывал событие сегодняшнего дня американский проповедник Гарольд Кемпинг. Конца света к радости всех живущих на планете не случилось. Однако сейчас последователи предсказателя заявляют, что все и не должно было случиться в один день. Кемпинг говорил, что полное уничтожение планеты должно произойти в течение пяти месяцев. А в эти дни мир лишь начнут сотрясать всевозможные катаклизмы. И вот совпадение. Накануне в Исландии началось мощное извержение вулкана. Столбы дыма и пепла поднимаются сейчас на высоту 20 километров. В радиусе 220 километров от вулкана объявлена бесполетная зона. По словам метеорологов, начавшееся извержение может привести к таянию льда и затоплению некоторых близлежащих областей талыми водами. Некоторые международные рейсы в Европе уже изменены в связи со стихией. Официальные власти сейчас успокаивают людей и заявляют, что серьезных последствий ждать не стоит. Однако сегодня все вспоминают, что подобные же заявления делали и когда началось извержение вулкана и Эфьятлай-Окудль весной прошлого года. Сообщения о новых стихийных бедствиях сегодня приходят и из других уголков Земли. Мощные землетрясения прошли в Индонезии, Тайване и снова в Японии. Сила толчков была около 6 баллов. О серьезных разрушениях и жертвах пока не сообщается. Что происходит с Землей? Такой вопрос сегодня задавал Папа Римский космонавт. Впервые в истории глава католической церкви вышел на связь с орбитой. Бенедикт XVI общался с экипажем МКС и своей личной библиотеки. Разговор продолжался 20 минут. Понтифика, в частности, интересовала мнение космонавтов по поводу обеспечения мира на Земле и защиты окружающей среды. Он спросил, следят ли они в полете за происходящим на планете и чувствуют ли ответственность за ее будущее. Более чем вдвое увеличилось за последние сутки число очагов природных пожаров в России. По последним данным МЧС, огнем охвачено свыше 100 тысяч гектаров. Наиболее сложная обстановка складывается в Якутии, Амурской области, Краснодарском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. При этом специалисты не исключают дальнейшего ухудшения пожароопасной обстановки в этих регионах. Все более тревожной становится ситуация и в Московской области. Там вновь тлеют торфянники и количество очагов с каждым днем увеличивается. По данным экологов, этой весной обстановка значительно хуже, чем в мае прошлого года. И велика вероятность, что этим летом мы снова каждый день будем изучать горячие сводки о пожарах в Шатуре, Ярославской и Владимирской областях. Делается ли что-то, чтобы это предотвратить, выяснял Артем Воснев. Вот так мы разворачиваем реки с 5. Миллиард 100 миллионов противопожарных рублей поручено осваивать в МОС-3 механизации 5. В 16 районов области зашла техника, правда, со стороны. Это не выглядит, как авральное обводнение всеми силами и средствами. О деле на миллиард, рассказывает зампредседателя правительства МОС-области. Планируется построить 322 километра миллиардных каналов, 111 шлюзов, 30 противопожарных водоемов. До сентября нужно соорудить дамбы, насосные станции и много чего еще. Академик Данилов Данильян вспоминает, что правительство Подмосковья осенью просило 25-30 миллиардов из госказны. Но в сентябре-октябре надо было не клянчить деньги, а строить перемычки на старых миллиардных каналах, чтобы по весне удержать паводковые воды. Летом можно только подавать воду, взятую откуда-то. Здесь-то ее ниоткуда не надо было брать. Она на торфянике лежит, слоем в 70 сантиметров снега. Так вот, для того, чтобы ее брать откуда-то, естественно, надо поднимать, перекачивать, перегонять, строить трубопровод. Это все уже гораздо дороже. Говорят, в прошлом году огненный шквал распространялся, потому что на его пути не было воды. В этом пожароопасном сезоне генподрядчик обещает проблему решить. Это торфяное поле будет локализовано за счет двух водоемов, расположенных неподалеку. Замгендиректором острой механизации называет обводнение области имиджевым проектом. По его словам, организация особо не заработает. Абузар Харисов рассказывает о том, что будет сделано здесь. И фактически повторяет слова академика. Допустим, там воды не хватили, и ближе обводнять на ветре участка, можно с этого озера тоже поставим насосные станции и перекачиваем в канал. А там, где рядом водоемов нет, воду придется завозить, говорит Данилов Данильян, так и миллиарда может не хватить. Власти Подмосковья, предупрежденные федеральным руководством, о возможном своем личном участии в тушении торфянников, конечно, выжмут из генподрядчика все соки. В Гринписи, понятное дело, в успех программы не верят, однако экологи оптимизма не теряют. У подмосковных чиновников есть помощники. У нас есть животные, которые работают пока гораздо лучше, чем правительство по этой части, это бобры. Они еды много не просят, зарплаты не требуют, распила, откаты у них не популярны, строят они аккуратно. Бобры, конечно, к людям добры, но все же их одних явно не хватит. В этом году на торфяниках обещают установить камеры слежения. Вся надежда на мостстрой механизацию, иначе нас ждет огненное реалити-шоу. Артем Восьнев, Валерий Лутовинов, Игнат Бугаев, Наталья Власова, РЕН-ТВ, Московская область. 11 человек убиты, десятки ранены. В результате столкновений в Сирии силы безопасности страны расстреляли из автоматов в похоронную процессию. Очевидцы сообщают, что полицейские начали стрельбу, когда на кладбище стали выкрикивать призывы к свержению руководства страны. Напомню, волнения в Сирии начались в середине марта в расположенном на границе Саордании городе Дыра. Толчком для них стал арест группы школьников, писавших на стенах антиправительственные лозунги. Люди вышли на улицы с требованием освободить подростков. Акции протеста продолжаются и в Испании. Сегодня в стране пройдут местные выборы. Избирательные участки уже открылись. Накануне был объявлен День тишины, который у испанцев называется Днем размышлений. Центр избирком запретил все массовые манифестации, но жители страны вышли на улицы. На столичной площади Плаца Дель Соль активисты движения Возмущенных соорудили палаточный лагерь. Люди недовольны антикризисными мерами правительства и ростом безработицы. Манифестанты соблюдают порядок, стараясь не допустить действий, которые дали бы повод полиции их разогнать. Ситуация в Грузии накаляется, как сообщают представители оппозиции. Сегодня утром спецназ разогнал массовую акцию около телецентра в Тбилиси. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули. Стычки, по словам очевидцев, пострадала женщина. Как сообщают местные СМИ, сегодняшние столкновения произошли после того, как группа сторонников оппозиции набросилась на машину, в которой якобы находились полицейские. Некоторые грузинские журналисты говорят о провокации. Сейчас, по данным информагентства, люди снова собрались у здания общественного телевидения. И опять началась драка. Напомню, накануне оппозиция провела акции протеста в Тбилиси и Батуми. Их планируется продолжать до 25 мая. Главное требование — отставка Михаила Саакашвили. По данным лидера общественной организации «Народное собрание» экс-спикера Нино Борджанадзе, за последние двое суток в разных городах были задержаны до 300 оппозиционеров. Власти подтверждают факт задержания 11 человек в Батуми и нескольких в Тбилиси. Три дня голодовки родителей и дошкольников пока не вызвали никакой реакции властей. Всероссийская акция протеста была объявлена 20 мая. В ней принимают участие люди из 29 регионов. Требование голодающих — создать дополнительные места в детских садах. Так, в Волгограде голодают 35 молодых мам. Более 30 родителей в Новосибирске. На третий день акции в некоторых городах участники вышли на пикеты. Во Владивостоке голодающие уже готовы разбить палаточный городок в центре города и объявить бессрочную голодовку, если власти и дальше продолжат игнорировать их требования. В России сейчас в очереди в детские сады стоят около 2 миллионов детей. НАТО наносит новые удары по Триполи. На этот раз под огнем авиации оказались порты и район резиденции Каддафи. О жертвах и разрушениях не сообщается. Затянувшиеся события в Ливии в мирных странах уже становятся сценариями для военных игр. Ливийскую революцию в масштабах полигона воспроизводят игроки в страйкбол. Орловской ассоциацией выбором темы довольна. Эта игра вызвала особый интерес. Андрей Желяев побывал на игрушечной войне. Смотри, машина сейчас уходит. Она туда поехала. Группа выходит отсюда пешком. И отсюда вот от этой стороны. Сценарий игры «Ливийская революция». Организаторы не обманулись в своих ожиданиях, когда предложили участникам именно эту тему. На Орловщину приехало рекордное количество бойцов. В этот раз мы взяли за основу конфликт в Ливии с Каддафи. То есть одна сторона у нас выступает как сторонники Каддафи, то есть у армии наемники. Вторая сторона – это противники, то бишь, то бишь, повстанцы. Обе стороны имеют по базе. По базе и по два нейтральных города на начало игры. Задача каждой из сторон захватить эти нейтральные города. Кроме этого, есть и войска коалиции. Они уравновешивают силы в случае перевеса одной из сторон. Определить противника можно по цвету повязки на его форме. После построения сразу в бой. Это, конечно, нереальная война, это всего лишь страйкбол. Но, тем не менее, сейчас идет перестрелка между сторонниками и противниками Каддафи. Бойцы стреляют вот такими пластиковыми шариками. И в случае попадания человек умирает. И одевает вот такой вот красный шарфик. Андрей старается не пропускать ни одного турнира по страйкболу. Играет уже больше 10 лет. Говорит, профессия обязывает. Будни инженера приятно разбавить активным отдыхом. Из страйкбола, короче, для себя выношу отдых, активный отдых на свежем воздухе. И, собственно говоря, общение с людьми. И с той стороны, и с этой стороны играют друзья. Это остается главной задачей. То есть доставить удовольствие себе и оппоненту. Главное в страйкболе, по словам участников, честность играющих. Пластиковый шар не оставляет следов на обмундировании. А это значит, что тот, в кого попал шар, должен самостоятельно признать себя условно мертвым. Правда, по правилам игры уже через полчаса ты можешь снова быть в строю. Азарт придает силы. На сей раз их хватило больше, чем на сутки. Андрей Желяев и Игорь Олейников. Орловская область. Специально для РЕН-ТВ. Московским водителям сегодня придется выбирать маршруты объезда. Некоторые центральные улицы днем перекроют из-за проведения фестиваля бега и марафона. Движение будет ограничено в частности по Новолужнецкому проезду, Хамомническому валу, Болотные улицы, Фрунзенской, Причистинской, Кремлевской, Москворецкой, Софийской, Раушской, Космодомьянской и Дербеневской набережны. Кроме того, с сегодняшнего дня становятся односторонними части улиц Усачева и Малой Пироговской. Считается, что это улучшит условия движения для транспорта и для пешеходов. В Нижнем Новгороде тем временем проезд открыли для ретроавтомобилей. На автошоу собрали рекордное количество раритетов. Эти редкие образцы отечественного автопрома уже давно не появлялись на улицах городов. Многие из них оказались на ходу только стараниями настоящих фанатов. Главное требование ко всем участникам – никакого новодела. На оригинальной во всех смыслах авто полюбовалась Екатерина Старцева. Автошоу начинается с дефиле ретроавтомобилей со всех уголков России. Военные полуторки, секретные автомобили КГБ, правительственные чайки и даже первый советский шик – редчайший опытный образец зимфоэтон. Перед глазами проходит история страны. На трибунах немногочисленные ценители. Те, для кого запах выхлопных газов, как дым отечества, и сладок, и приятен. Запах выхлопных газов – это был такой эликсир, это такой был приятный запах. Видимо, во мне, я говорю себе, как индивидуалист, я себе сразу решил, я буду заниматься автомобилями. Все эти машины реставрировались годами. Тут самые сложные – найти, выменять или, если совсем повезет, купить оригинальные детали. Вот самая секретная советская машина по прозвищу «Догонялка». Ее создали по спецзаказу КГБ для обеспечения результативной погони. Но гвоздь программы – первый советский гоночный автомобиль, развивший в 1940 году рекордную скорость. Почти 162 километра в час. Этот автомобиль был воссоздан по сохранившимся эскизам и фотографиям. Работа заняла несколько лет. В советские времена он был выпущен всего в двух экземплярах, и оба пропали при неизвестных обстоятельствах. По слухам, машины погибли в войну во время бомбежки. К автомобилям, как и к людям, история часто бывает несправедливой, седут реставраторы. Петр Могильников свой зимфаэтон восстанавливал по рукописям и воспоминаниям ветеранов-испытателей. Опытные образцы советского кабриолета в 50-х были признаны неперспективными и уничтожены. Петр Евгеньевич с этим не согласился. Говорит, нельзя губить такую красоту. Вот мы когда ехали сюда, по дорогам Украины, России, останавливались в гостинице, на заправке заезжали, то люди заезжали на заправку за нами, не заправятся, а не останавливались и шли посмотреть машину. Очень многие говорили, спасибо, что есть такие люди, которые занимаются реставрацией. Официально автошоу приурочено к юбилею Горьковского автозавода. Но настоящие организаторы парада ретроавтомобилей, сами автолюбители, необычные люди, которые никогда не пересядут на иномарке. Но вопрос, почему, ответ находит не сразу. За что люди любят что-нибудь? Просто любят и все. Едут машины, они все на одно лицо. А здесь присматриваться не надо. Тут четко видно, это победа, это 21-я Волга. После торжественного открытия гонки на регулярность движения. И почти не важно, кто победит. Главное участие. Денис Лебедев назвал победу над Роем Джонсом одним из самых важных событий в своей карьере. Накануне россиянин нокаутировал легенду американского бокса на последних секундах заключительного 10-го раунда матча. Привести Джонса в чувство удалось только с помощью врачей. Но после того, как американец пришел в себя, он нашел в себе силы встать и поприветствовать публику. К бою с Джонсом Лебедева готовил известный российский боксер Константин Зю. Этот поединок вызвал большой ажиотаж. В дворе спорта «Динамо» в Крылатском собрал полные трибуны около 6 тысяч зрителей. Финальный матч Кубка России по футболу сегодня пройдет в напряженной обстановке. Аланьи и ЦСКА сыграют в Ярославле. За несколько дней до матча фанаты армейцев намеревались бойкотировать финал. Инициативная группа болельщиков даже подписала обращение, в котором обвиняло футбольное руководство в лоббировании интересов северокавказских команд. Однако в футбольной среде эти воззвания не встретили поддержку ни у официальных лиц, ни у самих армейцев, ни среди большинства болельщиков. Однако правоохранительные органы все же готовятся к предстоящему матчу с особой тщательностью. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Елена» получил приз жюри конкурсной программы «Особый взгляд» в Каннах. Диплом Звягинцева вручил председатель жюри «Особого взгляда» сербский режиссер Эмир Кустурица. «Елена» – история пожилой супружеской пары, проживающей в наши дни в Москве в окрестностях Остоженки. Это рассуждение о том, что с русскими людьми сделали деньги и одновременно о том, на что может быть способна мать ради своего ребенка. Победителем «Особого взгляда» стал фильм корейского режиссера Кима Кидука «Ари Ранг». Добавлю, основные призеры Каннского фестиваля, проходящего с 11 мая, будут объявлены уже сегодня вечером. В Москву из Индии на спецсемена приехал один из ведущих учителей йоги Ракеш Пандей. Охотно делится своим опытом и познаниями. Однако сфера его деятельности этим не ограничивается. За десятки лет практики Ракеш Пандей научился творить невероятное. Главное – все по-настоящему и никакого мошенничества. О самых поразительных трюках Леонид Преображенский. Он просыпается с рассветом, а ложится закатом. Это Ракеш Пандей, учитель йоги из Индии. Там у него жена, дети и мечта – открыть свой собственный ашрам. Место духовного и физического уединения. Не только для него, но и для его учеников. Это то, что я чувствую. Это моя последняя карма. Последняя моя карма. Он занимается йогой 30 лет. За это время Ракеш понял – человеческое тело может все, даже согнуть металлический пруд глазом. Этот трюк совершают многие фокусники. Но там иллюзия. Здесь же все по-настоящему. Машина весом около полутора тонн переезжает человека. Для настоящего йога это несложно. Мимо такого зрелища не смогли пройти даже гости столицы. Смотрели издалека, подойти ближе, боялись. По-моему, фокусный гипноз. Я точно не знаю. Гипноз, по-моему. Он йога. То есть йога – это наука, глубочайшая древняя наука о человеке, которая говорит о духовном пути, но о духовном пути там, где человек родился. Где родился, там и пригодился. Следующий приезд в Россию Ракеш Панды планирует совершить через год. К этому времени он обещал показать трюк, во время которого его переедет автомобиль весом уже две тонны. В российской столице Фонтана в Петергофе открыли летний сезон. В честь возвращения после длительной реставрации символа русского Берсаля состоялся костюмированный бал, главным героем которого стал Петр I, основатель дворцово-парковой резиденции русских монархов. Статую Самсона серьезно восстановили впервые за более чем полвека, покрыв двойным слоем позолотой. Этим летом в Петергофе также откроют два новых музея – императорский телеграф и церковный корпус Большого дворца. С открытием сезона фонтанов стартует и туристический сезон. В этом году в Петергофе в Петергофских парках ждут до 30 тысяч посетителей. На аэродроме Тушино накануне состоялся фестиваль «Майский взлет». Под музыку и показательные выступления пытались привлечь внимание молодого поколения к развитию авиации и космонавтики. Но, как выяснилось, романтика неба, хоть и привлекает студентов, они все же предпочитают твердо стоять на земле. На фестивале побывал наш корреспондент Дмитрий Тархов. Такой он «Майский взлет» пусть и микроавиации. То, что делают российские студенты, чтобы российским инженерам потом было что показать миру. Молодежный авиапраздник с концертом и анимацией. Все это, по словам организаторов, имеет всего лишь одну задачу – чтобы молодежь опять начала жить небом. Так это было когда-то, а потом внезапно кончилось. Кончилось, но не совсем. Вот сколько стендов ведущих российских предприятий – авиационных, космических, средний возраст, работающих на которых, правда, перевалилось за 50. Хотя, стоп! Вот к проектировщикам ракетных двигателей подошла студентка договориться о практике. Марина с космической фамилией Терешко. У нас 18 человек в группе. Из 18 по специальности, возможно, будут работать. Сейчас, включаясь на четвертом курсе, 8-10 человек. Эти люди придут. Главное, чтобы остались. Непраздничных грустят инженеры. Молодежь приходит постоянно, набирается опыта и уходит в ту же нефтянку. Сейчас, скажем так, за 20 лет предприятие получило заказы на разработку всего двух двигателей. Идей и у молодежи сейчас достаточно. Вот студент Егор Плетнев, автор уникальной системы ориентации беспилотных самолетов. Ее, кстати, презентуют на следующем Максе. Говорит, разве есть что-то интереснее неба? Если работать на работе, на которой платят деньги, но она нелюбимая, то, по-моему, это плохо. Возможно, я еще не дорос до этого. Главное, чтобы эти идеи оказались нужны, говорит конструктор Владимир Гнездилов. У него такая идея была. Мобильный космодром, он, кстати, спроектировал и построил его, в мае уже испытали. Правда, в Гвиане и для Франции. Максимум мы еще можем держаться лет пять. После пяти лет, я думаю, что уже промышленность подорвется основательно, без возможности воспроизводства. Хотя, перестаньте о грустном, будут обрывать себя инженеры и студенты по пути на вечерний концерт с приглашенными звездами. И вообще, сейчас майский взлет, а в небо хотят все. Пусть и не все им живут. Дмитрий Тархов, Валерий Лутовинов, Сергей Резниченко, РЕН-ТВ. Ралли на Тарантасах или самые веселые гонки в мире, так назвали соревнования, которые прошли в Лос-Анджелесе. 40 команд собирали свои авто из подручных материалов. Получилось необычное из юморов. Главное условие – машина должна приводиться в действие без мотора и весить не больше 80 килограммов. Вместо бензина – хорошее настроение. Судьи обращали внимание не только на скорость, творческий подход и зрелищность. Вот главные критерии этого дерби. На трассе произошло несколько серьезных аварий, но публика не переживала, а смеялась. Многие пилоты выбрали себе оригинальные костюмы. Например, один из них нарядился Арнольдом Шварценеггером. И на этом у меня все. Удачи и до встречи. Здравствуйте, в студии Алена Дублек с информацией Гидрометцентр России. На юге Дальнего Востока дожди прекратятся. В Хабаровском крае по-прежнему около 20, в Амурской области и в Приморье до плюс 25. В Забайкале все еще прохладно, около 15 градусов и дожди. На Камчатке и островах осадки небольшие, но днем всего 10 градусов, на Курилах плюс 3,8. В Сибири дожди. В центре и на юге Красноярского края проливные с грозами и резким ветром. Поэтому и не так тепло, как накануне, не выше 23. Кратковременные дожди сохранятся вплоть до Урала и на самом Урале. Температура воздуха везде около 20 градусов, на южном Урале – до 25. Как видно на снимках из космоса, облаков над Европейской территорией России становится меньше. Осадков здесь уже немного, а тепла прибавится. На севере дожди пройдут лишь местами и даже в Мурманской области уже до плюс 16, а в Вологодской – до плюс 23. В Центральном районе плюс 22, 27 без осадков, в Черноземье и на Средней Волге возможны дожди и грозы, но еще на градус теплее – до плюс 28. Такая же погода с дождями, грозами и очень теплая ожидается и на северо-западе. На юге все по-прежнему из-за сильных грозовых дождей, на Черноморском побережье только 17, 22 тепла. В Санкт-Петербурге ночью 11, 13, днем 23, 25 ливни с грозами. В Москве без осадков ночью около 10 тепла, а днем до плюс 26. На погоде все. Простамол – растительный препарат для устранения симптомов хронического простатита и аденомопростаты. Простамол помогает вернуться к полноценной жизни. Простамол – просто будь мужчиной.